дом бак сразу у нас собирается разорвать помолвку из-за тебя этого не потерплю я сам женюсь на ней так хотя бы и репутация не пострадает написано правшой это наверное написал ну муж муженек который типа тревор да дэн все я просто подумал что ты обидишься я вообще не думал о тебе когда я сказал что она не понравилась дом бакс разве твою жизнь я не могу забрать там твою жизнь я не могу забрать поэтому заберу ее написано левшой у нее раздвоение личности же понятно он амбитектор я всегда добиваясь в своем он как он как чокнутый профессор помните у которого был там этот как его звали то или как эти доктор джекил и мистер хейт он для тяни что ты сотворил ты сотворил ты чудовище я сам сотворил тебя ну да бедный доктор бедный доктор я все разгадал только выпустите меня с этого стула спасибо так как у я еще не читал ты для меня только образ бабу за жалкий сопливый неудачник как же к счете избавиться много пустых бумажных попить такая что ты не обратил внимание что важно сначала ножи одного не хватает ну что ж поехали к доктору дело раскрыт я думал что это мисс найт но это все-таки поехавший доктор альфа-самец бакстер элтон до лезь быстрее блин нашли уже комикс с бедным несчастным этим-то джейкобом который держит ее веревку ночи видите она крепит за 1 я уверен что здесь можно подобрать момент когда типа сзади крепление вообще невозможно будет прикрепить и будет действительно как-то все это забавно выглядеть ну что докторишка попался бакстер так он на втором этаже на или вообще на третьем третьем нехорошо нехорошо досадная случайность один из пациентов переволновался прошу прощения но я не имею права обсуждать состояние моих пациентов действительно странно продан с нашим так как же так не с ним это нужно обсудить дамс сайтный знак горит на этой бабе ну ладно доктор посещает его на дому я уж понял что это он специально для одного пациента мистера шелби но использовал и для кого-то еще доктор разработал этот при ладно я так понимаю я уже могу выдвигать обвинение я как бы понял что бакстер и доктор это одно лицо типа я просто не понимаю кому мне нужно это втирать и каким образом еще не появился этот вариант но я понял что это ты так что давай да это так я был бессилен от этого лекарства на мне проснулся зверь он соблазнил несчастную продамсу и убил ее чтобы не дать нам быть вместе это так чудовищно конечно конечно ой не 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 то стой стоп стоп вот 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 это так как так Блестяще, блестяще, я распутался еще до того, как половина людей в чате начали разбираться в именах персонажей в этой миссии. Оценить это воспринимание. Ну это 10 из 10. Прекрасное абсолютно. Интереснейшее дело. Запутанное, загадочное, слегка мистическое. Еще единицу навыка дали. Великолепно. Ну что ж, что у нас здесь? Что у нас здесь? Конечно, Траурет, спасибо за подписку. Конечно, мне тоже очень нравятся миссии Шерлока Холмса. Например, полковник, который преследует смерть, так и манит, так и манит. Но, наверное, нам все же нужно начать выполнение сценарных миссий. Например, воспоминание Чарльза Диккенса. Дайте быстренько в поезд. Заодно опустошим... Опустошим эти... Сейфы. Потом быстренько по сценарному пробежимся. И немножечко прогрессу нужно в основном прохождении. Потом, может быть, на еще одно дело сходим. Но как, Холмс, в одной раз вы распутали сложнейшее преступление? Как вам это удается? Ты знаешь, основным намеком в этом деле для меня послужило то, что убийца был левшой. А при этом все люди, с которыми я сразу обращал внимание. На самом деле, я это озвучивать не стал. Но когда я подходил и обратил внимание, что все участники правши. И тогда я подумал, значит, это Амбидекстер. И как только я понял, что никто не видел пациента Бакстера, я понял, что это не Амбидекстер, а человек с раздвоением личности, который пытается полностью отделиться от собственного... Полностью отделиться от своего... Ну, вот, как это сказать, от своего... От своей основной натуры, что ли. Да, так я и вышел на след преступника. Вот бы теперь сейф найти для этого, конечно. Не, улучшение банды это вообще просто не нужно. А, вон, сейф. Тысяча. Мэтт, красава, спасибо за подписку. Так, значит, что у нас? Часть четвертая, часть восьмая. Все по-прежнему. Я так и не понял, что это за стена. Такие-то одежи. Приятнейшего утром, из зимы. Спасибо, спасибо. Получите снаряжение и оружие. Если я могу новый тесачелос крафтить для четвертого уровня. Есть тесачелос для шестого, но это не скоро будет. А это что за хрень? Тоже кастет. Давайте, наверное, изготовим. Где оно? Вот оно. Так, изготовить. Изготовить и использовать. И теперь я его еще и апгрейдну. Да. За две тысячи. Довольно дорого. Ну что ж. Прекрасно. Прекрасно. Вот так я выхожу из поезда, когда мне надоедает в нем ехать. Такс, 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 такс. Я бы еще, на самом деле, посмотрел на наряды. Потому что я подумал о том, что мне... Что-то себе дорогое. Да, я пока в самом лучшем. Тогда какой-нибудь серый цвет, чтобы как у сыщика. Нет, все фигня. Все, отстой. Спасибо, Ворфи, за подписку. Запас здоровья. Автоматически подбираете брошенные ножи. Блин, звучит просто офигительно. Я покупаю это. Подбирать ножи, это то, что нужно. Мастер ножа. Так, ну что ж. Что ж, что ж. Что там с заданиями Чарльза? Чат, кто уже проходил игру? Я более-менее правильно понимаю принцип прохождения. То есть, если я сейчас пойду, то это будут миссии, которые приближают... Вот, например, вот эта вот миссия. Это миссия, которая нас приближает к концовке игры. Правильно? Или нет? А все остальное это побочки, которые влияют только на процент прохождения. Или... Как? Потому что это, блин... Ну, типа, юбисофтовская игра, и... Большинство из них абсолютно не заточено на то, чтобы когда-нибудь кто-нибудь проходил. В случае попытки стопроцентного прохождения. Тем более, это ассасинс. Здесь наверняка дофига всякой попасной фигни. Кредиты? А, я не очень понимаю, о чем ты. Но я ничего такого не видел. Нет, сюжетка в поезде. Все остальное пока по бочке. А как запустить сюжетку-то? Поезд. Понял, понял, поезд. Ну, поехали в поезд тогда. Гоу в поезд. То есть, я все это время по бочке делал. Но, с другой стороны, по бочке очень неплохи были, так что ничего страшного. Тогда, теперь еще часа четыре, сюжетачек. Ребят. Впереди нас ждет. Уж больно мне игра по нраву пришлась. Уж больно она мне понравилась. А, уровень четыре. Я понял, что это значит. Понял, наконец. Теперь-то я понял. Я думаю... А, нет, это часть четыре. Так. И чё? А вот и ты. Мне не помешал бы совет. Понял. Спасибо, Райден. Я тоже картошечку покушал.